Всех приветствую, вы на канале Седой Инвестор, сегодня у нас рубрика актуальные новости. Накопилось их довольно много, давайте потихонечку разбирать. Заваривайте чаек, присаживайтесь поудобней, а я побежал за кофе. И сразу же пойдем с козырей. Сеть Solana была отключена почти на 7 часов и была перезапущена. Оператор компании StakeWiz сообщил, что один из валидаторов запускал дублирующий экземпляр валидатора. Поэтому, когда настала его очередь генерировать блок, он создавал по одному экземпляру каждого образца для одного и того же слота. По словам председателя StakeWiz, проблемы возникли из-за неправильного настроенного узла. Сеть была перезапущена на слоте 153.159.220. Это уже четвертый длительный сбой в работе сети. В сентябре 2021 года сеть была отключена почти на 18 часов. В мае 2022 года на 7 часов, а в июне на 4 часа. Насчет Solana, ребят, будьте крайне осторожны. Я прекрасно понимаю то, что очень много проектов связано с метавселенными. NFT проекты, которые строятся именно на Solana. Но наступит тот момент, когда вам нужно будет скидывать актив, а сеть Solana отключится. И что вы будете делать? Абсолютно ничего. Будете сидеть и ждать. И это связано не только с Solana, а также проекты, которые имеют только одну сеть, собственно, Solana. Если мы перейдем на график, то увидим, что она довольно неплохо откатилась. Во время обычного рынка я его вообще не закупал. И сейчас также считаю, что это высокорисковый актив. Мы сейчас находимся в зоне самого жирного объема. То токен Sols может откатиться на 95%. Вполне вероятно, что это может произойти, так как внизу объемы намного слабее. Да и к тому же, постоянное отключение сети Solana вскоре приведет к его падению. Дело в том, что не только мы не можем пользоваться сетью Solana, покупать или продавать ее, а также проекты, построенные на данном блокчейне. Крупные инвесторы также не смогут этого сделать. Вот и думаете после этого, покупать Solana или нет. Это только мои мысли. И естественно, вы можете с ней не согласиться. Не будем здесь останавливаться, впереди очень много интересных новостей. У нас компания Sega анонсировала первую блокчейн-игру. Надеюсь, с ней все знакомы. Это наше детство. И те, кто думают, что Sega давно умерла, это не так. Она продолжает выпускать игры на Xbox, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Игровая компания Sega объявила о партнерстве с блокчейном компанией Double Jump Tokyo. Сенгакуши Тейсен. Сенгакуши Тейсен – игровая франшиза, запущенная в 2005 году. Игра представляет собой стратегию, которая использует карточную систему. Сама игра будет разрабатываться на блокчейне Oasis. Сроки релиза проекта пока неизвестны. Ранее Double Jump Tokyo сотрудничала с компанией Biden Namco и помогла в выпуске NFT Square Enix. Чтобы вы понимали, это не просто люди, которые делают игры. Это огромные компании, которые выпускают на сегодняшний день, наверное, самые лучшие проекты. В них все-таки стоит будет поиграть и разобраться, сколько тут можно будет заработать. Но это пока что всего лишь анонс. Когда проект выйдет, неизвестно. Буду следить за новостями. Мета объявила, что теперь все американские пользователи смогут делиться своими NFT и цифровыми предметами Facebook и Instagram. Сегодня мы сообщаем о том, что пользователи Facebook и Instagram в Соединенных Штатах теперь могут подключать свои кошельки и делиться своими цифровыми предметами коллекционирования, сообщила компания в своем блоке. Компания также сообщила, что еще 100 стран будут иметь доступ к сервису. До сих пор пользователи могли размещать свои цифровые предметы коллекционирования только Facebook. С 4 августа 2022 года Мета приступила к тестированию и интеграции цифровых активов в Instagram еще в 100 регионах. В настоящее время социальные сети поддерживают такие кошельки, как Rainbow, MetaMask, TrustWallet, CoinbaseWallet и DapperWallet, а также блокчейны Ethereum, Polygon и Flow. Но что я скажу, нужно лететь в Штаты. Надеюсь, когда-нибудь до Южной Кореи это тоже дойдет. Мне, собственно, очень интересно, как происходит интеграция в, собственно, Facebook и Instagram. Пока что я этого сделать не смогу, но я думаю, очень скоро эта функция дойдет и до меня. Торговая NFT-площадка OpenSea вступила в партнерство со звукозаписывающим лейблом Warner Music Group. По данным Warner Music Group, артисты, подписывающих контракт с лейблом, создадут собственные страницы на OpenSea, где будут предлагать свои коллекционные токены. Будучи большим поклонником музыки, я рад работать с партнером, который понимает ценность этой технологии и желает использовать ее во благо. Для того, чтобы позволить артистам напрямую общаться с поклонниками, сказал вице-президент OpenSea по продуктам Шива Раджа Роман. В принципе, идея довольно прикольная. Несмотря на то, что поклонники коллекционировали всякие карточки, которые стоили просто бешеных денег, особенно это очень развито в Азии, например, корейский кей-поп, есть люди, которые дают бешеные деньги за всякие коллекционные альбомы, остальные приблуды, а NFT будет иметь хоть какую-то ценность, которую можно потом будет перепродать довольно прибыльно. Лично я этого вообще не понимаю, создавать себе идола и поклоняться ему, ну такое. В общем, к этому я отношусь как к очередному способу заработка. Судья Аналиса Торрес отклонила просьбу комиссию по ценным бумагам и биржам SEC скрыть документы, в которых, по словам бывшего директора агентства Уильяма Хинмана, биткоин и эфириум не являются ценными бумагами. Ripple Labs полагает, что это выступление является ключевым доказательством дела, которое SEC возбудила против компании, утверждая, что XRP – это ценная бумага. Ранее судья Сара Натберн потребовала от SEC опубликовать документы, связанные с выступлением Хинмана. Но SEC возразила, сказав, что материалы не имеют отношения к делу. Насколько я помню, SEC начал бороться с криптовалютами именно тогда, когда и появился XRP. Как это будет связано с биткоином и эфириумом? Да, ребят, абсолютно никак. Сейчас посидим в консолидации, биткоин наберет как можно больше сил и будет следующий памп. Вы поймите одну вещь, то, что мы довольно молодое поколение. И для нас, то, что сейчас происходит в мире, оно что-то невообразимое. Мы к этому не можем относиться нормально, потому что мы это видим впервые. Но пролистав учебники истории, вы же прекрасно понимаете, то, что войны были всегда. Просто пришло наше время. Всегда были войны, всегда был голод и а также разгром экономики. Прочитайте историю Китая. Это был гигант экономики. Но что произошло потом, не хочу поднимать этот вопрос, потому что на канал могут закинуть 18+. В общем, что я хочу сказать. Всегда были кризисы, но человечество всегда из него выходило. Я пытаюсь это сопоставить с биткоином. Он всегда падал и всегда рос. Вы сами вспомните 2020 год, начало коронавируса. Смертельный вирус пытается уничтожить все человечество. 90% магазинчиков, ресторанов. Все было закрыто и по сегодняшний день они не продолжают работать. Биткоин похоронили. И действительно оказалось так, то, что все ходлеры повыходили с биткоина. Но умные игроки, они понимали, то, что биткоин можно запампить тогда, когда никто не будет мешать. То есть он должен быть чист. Во-первых, меньше денег понадобится, чтобы его запампить. А второе, сыграть на психологии хомяка. Когда он увидит рост, он просто не сможет обойти его стороной. Тем самым, покупая биткоин, кит уже будет потихонечку фиксировать свою прибыль. А хомячки будут немного пампить на 5-10% биткоин, тем самым подпитывая интерес к остальным хомякам. Я думаю, это так и происходит. Binance не стоит на месте. Она получила регистрацию в Министерстве бизнеса, инноваций и занятий в Новой Зеландии. Эта регистрация позволит Binance легально предлагать сервисы по NFT, спотовой торговле и стейкингу. Компания также открыла местное представительство в стране. Единственная проблема – это санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию. Но с этим ничего не поделать. Остается только ждать. Компания Uniswap Labs, стоящая за разработкой протокола Uniswap, планирует привлечь 100-200 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард долларов. Новый раунд финансирования находится на ранних стадиях подготовки. Polychain и один из суверенных фондов Сингапура уже участвуют в этой сделке. Uniswap – это крупнейшая децентрализованная биржа на рынке цифровых активов, на которую приходится около 64% всех торговых объемов. Насчет Unica я уже рассказывал ранее. В принципе, могу сделать технический разбор, если вам так нужно. Но скажу одно, то что токен Unica находится в моем портфеле. Я думаю, это вам будет достаточно. А более точную информацию, когда, что и где покупать, возможно, когда стоит придержать свои стейблкоины, вы можете найти в моем закрытом чате Телеграм. Где даю платные рекомендации, когда, что и где покупать, а также когда фиксировать прибыль. Плюс есть обучающий материал в виде лекций, которые пишу лично я сам. Для новичка это прям самое то. Также спокойно работаю со всеми индивидуально. Если тебе это интересно, пиши в личку, все обсудим. Такие новости были на сегодняшний день. Завтра будет больше и еще интереснее. Поэтому, если понравилось, не забудь поставить лайк. Если ты новичок, то не забудь подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Оно у меня выходит каждый день. У меня на сегодня все. Всем до завтра.